МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мешок сюрпризов. В Бобруйске прошла районная благотворительная елка. Больше всего мне понравился Дед Мороз. Какие еще сказочные персонажи развлекали ребят? Присмотрела не только за домом. Жительницу Могилева обокрала подруга. Она попросила приятельницу об услуге. Что унесла женщина? Хвойный парад. В Бобруйске продолжают работу елочные базары. Каждый год предпочитают только живую елку. Сколько стоит порадовать себя живым деревом? А также забота о здоровье, ценные оборудования и современные новшества. МНС планирует перейти на электронные взаимодействия с плательщиками. В чем плюсы? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Россию. На саммите Евразийского экономического союза обсуждали самые актуальные темы. Международная деятельность, макроэкономическая политика, развитие интеграционных процессов ЕАЭС, работа по устранению барьеров. Президент в докладе отметил, товарооборот с внешними партнерами за последние 7 лет увеличился более чем на 340 миллиардов долларов. Объемы взаимной торговли удвоились. Об этом говорит сумма 85 миллиардов. Сохраняется высокий уровень самообеспеченности союза сырьевыми ресурсами и ключевыми видами продовольствия. Кстати, что очень важно. Много говорили о том, что мы не сможем жить самостоятельно. Вот ключевыми видами мы обеспечены товару полностью. Страны союза удерживают второе место в мире по добыче нефти и газа, производству минеральных удобрений, второе место. Третье по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции. Четвертое по добыче угля. Разбежки совсем небольшие от лидеров. Вспомните, в самом начале функционирования союза у нас было отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по товарам продовольственной группы, которая в 2015 году сложилась в размере почти 13 миллиардов долларов. Отрицательное сальдо было в 2013 году. Сейчас, благодаря слаженной работе в рамках союза, устранили дисбаланс и вышли в плюс по продовольствию. Это важнейший фактор. Людей накормили своих. И обеспечиваем другие страны мира. Александр Лукашенко отметил, несмотря на все попытки геополитических конкурентов разобщить, ЕАЭС справился с вызовами и продолжает двигаться вперед. В конце доклада глава государства подытожил. Хотелось бы видеть союз одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения, если не к 2030, то точно к 2045. С такими друзьями враги не нужны. Могилевчанку обокрала приятельница, пока та находилась в отпуске. Жительница областного центра вернулась с отдыха и недосчиталась крупной суммы – около 1000 рублей. За подозрев неладное, женщина сразу же обратилась в милицию. Сыщики выяснили, что чужие наличные унесла ее ранее судимая подруга. Когда заявительница решила уехать в отпуск, она попросила приятельницу об услуге периодически приходить к ней в квартиру, чтобы кормить собаку. Возбуждено уголовное дело. Цифровое взаимодействие, поддержка государства и поезд волшебства. В стране стартовал новогодний экспресс. Какие сюрпризы приготовили для пассажиров? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В Беларуси за 11 месяцев 2023-го приобретено 227 энергонасыщенных тракторов, 840 зерноуборочных и 110 кормоуборочных комбайнов. Благодаря поддержке государства ежегодно закупается сельхозоборудование на сумму более 1 миллиарда рублей. Также в планах ремонт в организациях около 90-95% техники. Экспорт отечественных молочных продуктов увеличился почти на 7%. Популярностью пользуется большинство белорусских товаров. Вырос спрос на такие позиции, как мясо, грибы, овощи, зерно и рапсовое масло. Минсельхоз работает над поиском новых рынков сбыта. Коммерческие предложения направляются в Африку и Ближний Восток. С 1 января белорусам будут предоставлять дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. В зависимости от возраста работнику выделят от 1 до 2 дней на прохождение медосмотра в отраслевой поликлинике или по месту жительства. Средний заработок при этом сохранится. Дату для посещения врачей нужно будет согласовать с нанимателем. Детская железная дорога запустила новогодний экспресс. На нем можно отправиться в гости к Деду Морозу, старт со станции Заслонова. В пути больше часа пассажиров развлекают аниматоры. Чебурашка, крокодил Гена, Баба Яга встречают гостей на станции Сосновый Бор, где ребят ждут карусели, катания на лошадях и другие развлечения. Сказочный состав курсирует до 4 раз в день до 7 января. Министерство по налогам и сборам планирует полностью перейти на электронное взаимодействие с плательщиками. На протяжении многих лет ведомство делает особый акцент на развитии цифровых инструментов взаимодействия. В следующем году в МНС анонсируют старт большой модернизации личного кабинета. Его сделают более информативным и наглядным. Подарок для каждого в Бобруйске прошла районная благотворительная елка. В театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича собрались сотни ребят. Среди них дети из малообеспеченных семей, инвалиды и сироты. В адрес юных бобруйчан прозвучали теплые пожелания от главы администрации Ленинского района. Для каждого малыша сладкий подарок и сказочный сюрприз. Новогоднее представление у елки и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Волшебные персонажи порадовали песнями, играми и зажгли огни на главной зеленой красавице. Дети ждут от нас внимания. Все уровни власти используют любые возможности для того, чтобы подарить детям радость, подарить какие-то подарки, какие-то сувениры, чтобы создать это новогоднее настроение, ожидание чуда. Больше всего мне понравился Дед Мороз, он такой красивый, а больше всего, больше всего Снегурочка. Она такая красивая, беленькая, красотка, настоящая королева бала. А какое желание загадаешь? Чтобы у мамы было много денег и у всех было счастье. После представления у нарядной елки ребята отправились в зрительный зал, где их ждала новогодняя феерия. Детективный мюзикл «Переполох», «Следствие ведет снеговик» перенес гостей театра в лавку-мастерскую Деда Мороза. Главные персонажи погрузили малышей в сказку на современный лад с оригинальной музыкой и красочными декорациями. Совсем скоро пробьют куранты и настанет Новый год. Праздник невозможно представить без привычных атрибутов – оливье, мандаринов и снега. Но главным символом по-прежнему остается елка. Бобруйский лесхоз активно продает колючих красавиц. О ценах расспросила Юлия Вернер. Колючие лапки, статная голубая, красотки в катках, малютки сосны. Покупателю есть где разгуляться. Деревья на любой вкус и цвет разлетаются на ура. Город буквально усыпан точками продаж. Куда ни глянь, тут и там расположились предприимчивые продавцы. План реализации для каждого лесничества – 350 единиц. Без елки не останется никто. Большинство людей, многие приходят, несколько лет стояла искусственная елка. Отказываются от искусственных, покупают живую, потому что надоело. Нет запаха, нет той новогодней атмосферы. Ценовой диапазон на любой кошелёк. До метра обойдётся в 9 рублей 60 копеек. Любители повыше отдадут от 12 до 24. Ель в катке также выйдет в 24 рубля. По окончанию праздников её можно высадить на участки. После покупки выдаётся специальная квитанция. Гарант того, что дерево срублено сотрудникам лесничества и приобретено легально. А вот за самовольную добычу физлицы заплатят от 185 до 1110 рублей. ИП – до 7400. Юрлицы и вовсе могут отдать свыше 11. Чаще пользуются спросом ёлочки длиной от 1 метра до 2, а также ёлочки в катках с корневой системой до метра, небольшие. Также спрашивают букеты новогодние. Просто веточки просят. Приобрести главное украшение праздника можно на Минской 22 и 54, проспекте строителей 88, 50 лет в ЛКСМ, а также возле входа на центральный рынок. Всего 8 точек с пушистыми и ароматными красотками. Время работы с 10 до 19 ежедневно. Каждый год предпочитают только живую ёлку. Искусственную пока нет. Да, некоторые жалуются, что иголки осыпаются. Но если правильно установить, то она очень долго даже может и просуществовать. Во-первых, цена, а во-вторых, живая пахнет вкусно. Свежий дом передаёт атмосфера. Чем больше, тем лучше. По шесть, по два метра можно. Новый год дракона обещает привнести в жизнь изобилие, процветание и жизненную энергию. Чтобы чешуйчатый был благосклонен, рекомендуется украшать ёлку в красных и золотых цветах. А после всех приготовлений загадать заветное желание. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Бобруйск, 360. Вифлеемская звезда. Католики отпраздновали Рождество. С самого утра костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии гостеприимно распахнул свои двери. Десятки жителей собрались в обители, чтобы помолиться и пообщаться с единомышленниками и в тёплой атмосфере добра и общности отпраздновать рождение Христа. Под звуки хорового пения и проповеди люди смогли обрести покой и умиротворение. Рождество для меня – это, естественно, очень значимый праздник. Это, во-первых, семейный праздник, где мы собираемся, естественно, всей семьёй, идём в костёл. И это, естественно, чудо, в которое нужно верить. Я и сам, как верующий католик, очень проникнулся праздником ещё в первый раз. И сейчас испытываю, естественно, те же эмоции уже более осознанно и более так проникновенно. Мы собираемся большой семьёй, нас очень много, 16 человек, много детей, поэтому для нас это самый главный праздник. Захочу и вас, и веншую, и одночасово жадаю, как у сердца кожна, как у духовенства, так и у светских верников. Во всех людях доброй воли, которые, может, часом выпадковаться, биокресливают агмостыками, а не любят Бога. Это святая урочистость для всех нас. Поэтому, нехай, в наших семьях, где нарожаются наши детки, мы святкуем. К торжеству приобщились как взрослые, так и малыши. Атмосфера праздника наполнила сердца людей и подарила надежду и веру в лучшее. Сразу после нас Бобруйск Лайф. Моя коллега Мария Бересневич расскажет, за кем особо пристально будут наблюдать милиционеры в новогоднюю ночь, почему не стоит соблазняться легкими деньгами в интернете и как не получить травму под бой курантов. Все ответы в 20.45 не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!